Передо мной веб-брошюра инвестиционного форума. За 2011 год. Суть его в следующем. Финансовые учреждения, специализирующихся на банковском деле и управлении активов приглашают инвесторов вложить, кровно заработанные в их структуры. Инвестирование пойдет по схеме, хедж-фондов. А сейчас мы видим главных спонсоров этого форума. И вот мы видим, среди зарегистрировавшихся, и наше общество. Сделаем перевод. Да, действительно, это список уже зарегистрированных. А это цены входных билетов. Ссылку для скачивания я оставлю в прикрепленном комментарии. Главный вопрос вопрос этики. Оставьте ваши комментарии. Друзья, я вас не буду долго утомлять, покажу лишь один факт из жизни общества сторожевой башни. Как вы уже догадались, я снова хочу вам привести список инвесторов, но уже в аграрном бизнесе. Продолжение следует... Кстати, эта ссылка активная и вы можете перейти на сайт и более подробнее ознакомиться с инвестированием. Общество сторожевой башни, пользуясь своей, некоммерческой структурой, максимально извлекает пользу, финансовую выгоду, с этого мира. Бизнес, и ничего личного. Сегодня мы поговорим об офшорах сторожевой башни. Сразу заявлю следующее. Офшоры, это не всегда что-то плохое и ужасное. Тем не менее, они позволяют законно уйти от дополнительных налогов. По законодальству США некоммерческой организации можно извлекать прибыль. Ну, например продажи собственности. И все эти деньги, за исключением небольшой части, должны быть потрачены на благотворительность в течение ограниченного времени. В противном случае организация должна заплатить ряд серьезных налогов. Хотя общество сторожевой башни и числится как благотворительная организация, реальной помощи от нее и нет. Также она не хочет терять деньги, нажитые непосильным трудом, на налоги. Поэтому используется ряд офшоров. Перед вами классическая офшорная компания. Кстати, это может быть и не коммерческая и в придачу, религиозная. Общество сторожевой башни вливает туда огромные суммы денег под благовидным предлогом. Итак, они отдают излишки денег на благотворительность, другой благотворительной организации. И этим самым выполняют требования правительства. Извлеченные деньги использовать по назначению. Всем понятно, что денежные потоки идут не какому дяде Ване из Караганды, а в их дочернюю организацию. Итак, таким образом общество сторожевой башни избегает налогов и деньги остаются у дочерней компании. Эта офшорная компания впоследствии сама занимается благотворительностью и одаривает другие дочерние организации сторожевой башни, деньгами. И как вы поняли, такие пожертвования не попадают под налоги и спокойно оседают в обществе сторожевой башни. Я вам рассказал о самой примитивной схеме избегания уплаты налогов, на законных основаниях. Есть еще одна деталь. Офшорная компания может обналичить деньги и вывести на акционеров или бенефициаров. И об этом никто и никогда не узнает. В этом и прелесть офшорных компаний. Международный консорциум журналистов-расследователей, создал базу, в которой собирают информацию об офшорных компаниях. Эти данные получены в результате утечек из закрытых источников. Поисковик тут работает по определенному принципу, поэтому пришлось переработать огромное количество материала. Нужно было знать сам офшор, а также в каком досье искать. Кроме того, приходилось менять свою геолокацию и притом несколько раз. И все равно через раз я улетаю в бан. А некоторые страницы просто не открываются. И как я уже говорил, не в пользу меня и то, что я совсем не знаю лондонский язык. А браузеры просто отказывались делать перевод страницы. Но теперь это в прошлом. Представляю вам, одну из офшорных гаваней, общество сторожевой башни. Фонд свидетелей Иеговой Орубы. Небольшой остров, на юге Карибского моря. Чисто для понимания, посмотрим на райский уголок. Кроме этого, отличная офшорная гавань. При желании, вы сами сможете найти на просторах интернета, об Орубе. Вернемся к расследованию. Данные актуальны на 2016 год. Так как инсайдерская информация была предоставлена в 2017 году. Сам фонд основан в 2004. Я вам показываю английскую версию сайта. Дабы вы знали, как выглядит оригинал. По другому агрегатору я проверил о существовании этой организации сейчас. На данный момент фонд является действующим. Ну и посмотрим страницу в русской версии. Следующий шаг. Регистрационная палата Орубы. Английская версия. Воспользуемся поисковиком. Вот тут у меня была куча проблем. С десятого раза, страница открылась, и с горем пополам, Яндекс сделал перевод. Я буду медленно прокручивать, а вы можете пока смотреть английскую версию. На карте виден зал царства. Цели и задачи, мы потом подробно остановимся. Перед нами директор, секретарь и пару человек из членов правления. Наперед скажу, на этом раз или числится фирма под названием «Винный погребок». Ну или как-то так. Посмотрим страницу в переводчике. Чуть позже мы посмотрим их зал царства. Пока я только прокручу всю страницу, и затем сделаю обзор интересных моментов. Мы обратим внимание подробно на седьмой, восьмой и девятый пункты, но это потом. А это официальные лица. Ну а теперь стоит разобрать цели и задачи фонда. Первые несколько пунктов, стандартный набор для кошерных свидетелей Яговы, как говорится ничего необычного. Интересный момент, с седьмого по девятый. Они могут принимать деньги от сторонних организаций, а также сами перенаправлять средства на благотворительность. Об этом говорится в десятом пункте. Не буду вас утруждать, вы можете поставить видео на паузу, и сами прочитать и обратить на перечень цели этого фонда. Из всего этого мы видим следующее. Большинство свидетелей Яговы, этого собрания, даже не предполагают об офшорном фонде, который существует в стенах этого зала царства. Кроме духовных пастырей существуют и официальные юридические лица. Это директор, секретарь, члены правления, ну конечно есть бенефициар. Мне трудно ответить на вопрос кто им является, может быть это группа физических лиц, а может юридическое лицо. В любом случае, обналичить деньги в офшорных конторах можно на раз-два. Можно просто продать всю недвижимость и перечислить деньги в офшорную гавань, а затем тихо мирно свалить. Кстати, в уставе ОСБ говорится о том, что руководящий совет определяет куда будут вложены деньги после закрытия. Значит им что-то перепадет. В действительности таких офшорных дочерних компаний несколько, по крайней мере я знаю еще об одной. А сколько их в действительности, бог знает. Вот еще одна, на Барбадосе. Со своими нюансами. Ладно, давайте вернемся к Арубе. Есть некий секретарь, Рассел. Посмотрим что на нем числится. Он является секретарем фонда и владельцем двух предприятий. Если грубо перевести, то у одного предприятия будет название, винная бочка. Скорее всего это винный магазин. Упс, он его уже закрыл, но все равно так мило. Наверное дружище Тони был постоянным клиентом. А может, этот Рассел, делал поставки Бруклин. Ну, это философское предположение, но имеет месту быть. Ну что, друзья, мы рассмотрели один из офшоров сторожевой башни. Надеюсь, что руководители сторожевой башни используют эту офшорную гавань, для законного, сохранения денег от налогов. Но когда руководство, испарится, мы знаем, что и деньги также испарятся в неизвестном направлении. Мы даже будем знать, где их искать. Друзья, вы знаете, что канал обустраивается на новой платформе. Кстати, там я уже выложил не менее увлекательное видео. Просьба поддержать, ссылка в прикрепленном комментарии. В любом случае, как бы то ни было, я очень благодарен вам. IBSA London Properties является частью IBSA, Международной ассоциации исследователей Библии, зарегистрированной благотворительной организации, действующей от имени свидетелей Иегова в Великобритании и Ирландии. Эта информация не является новой, но тем не менее хочу напомнить, чем общество, попутно занимается. Приторговывает элитной недвижимостью. Вы можете зайти на сайт и сделать для себя обзор. Ссылочку оставлю в комментарии. Да, это зал царства. Примерно полтора года назад, я предположил. Религия свидетелей Иеговы становится виртуальной, и перемещается в интернет. Пандемия ускорила этот процесс. Поэтому распродают и места для общего собрания. На своей новой платформе я опубликовал уникальный документ, датируемый 1926 годом. Это история с облигациями. И о том, как недвижимость организации могла отойти к людям, не имеющие отношения к свидетелям Иеговы. По всей вероятности, это одна из причин изменения устава организации в середине 40-х годов. Просто копируйте текст и вставляйте в переводчик. Интернет-издание Фанпадж Статья Расследование О секретных счетах и хедж-фондах, общество Сторожевой башни. Многое было уже известно, но кое-что, даже для меня было новым. Например, общество владело 10% акций, самого крупного банка. Также статья говорит об офшорных и воинчурных фондах и их отношении общества Сторожевой башни. Представлены все доказательства. Для большинства подписчиков, данная информация лишний раз напомнит, что целью общества является банальное обогащение. Возможно, кто-то для себя, найдет новую информацию. Но, в любом случае, статья очень поучительна, особенно для тех, кто умеет делать выводы. Ссылка в описании, под видео, или вы сможете ее найти на сайте в ассоциации. Кстати, на сайте, я начал опубликовывать микрозаметки о финансах Чарльза Тейс Рассела. Эти статьи будут выходить под общим названием, эпизод. На момент подготовки видео было опубликовано три микрозаметки. Так что милости просим, к нам в гости. Это значит, что даже если мы хоть чуть-чуть полагаемся на наши сбережения, какие-то капиталовложения, или на наше умение зарабатывать в этом злом мире, то выходит, что мы возлагаем свои надежды на сатану-дьявола. Какие прекрасные духовные истины пропагандирует докладчик? Давайте узнаем предысторию этих выводов. К сожалению, кто-то из наших соверующих поддался обману, поверил иллюзии, будто материальное гарантирует стабильность. В 2013 году старейшина, о нем, кстати, рассказывалось в сторожевой башне, поделился. И нам, полновременным служителям, понятны его слова. Обычно я очень бережливый. Если я вылил из бутылки слишком много шампуня, то стараюсь перелить его обратно. И вот этот старейшина, Алекс, занялся торговлей на фондовой бирже, думая, что сможет оставить работу и начать пионерское служение. Ну, мотивы хорошие. Но Алекс все больше увлекался изучением различных предложений и состояния рынка. На свои сбережения и взятые в долг деньги он купил акции, которые, по прогнозам аналитиков, скоро должны были подняться в цене. Но вышло совсем наоборот. И что же он делал? Я очень хотел вернуть свои деньги. Мне казалось, что если подождать, то стоимость акций снова вырастет. И несколько месяцев он был в этом подвешенном состоянии. Все ждал, пока акции снова поднимутся в цене. Он не мог сосредоточиться на духовных делах, потерял сон. Но, как вы понимаете, цены на акции не выросли. В результате Алекс потерял сбережения и свой дом. Он сказал, я принес столько горя своей семье. Но посмотрите, какой важный урок он извлек из всей этой истории. Теперь я знаю, говорит он, что любой, кто полагается на систему сатаны, сильно разочаруется. Да, это важный урок для всех нас. Ничто в этом мире, никакие человеческие организации, будь то политические или коммерческие, никакие высшие учебные заведения, не способны нас спасти ни сейчас, ни в будущем. То, что произошло с Алексом, напоминает записанное в притчах 11.28. Итак, притча 11.28. Того, кто полагается на свое богатство, постигнет беда. А праведные будут как зеленеющее дерево. Что это значит? Это значит, что даже если мы хоть чуть-чуть полагаемся на наши сбережения, какие-то капиталовложения, или на наше умение зарабатывать в этом злом мире, то выходит, что мы возлагаем свои надежды на сатану-дьявола. Такое убежище не дает защиты. В представленном отчете мы видим компанию JP Morgan, которая является одним из крупнейших депозитарных банков в мире. Размер депозитарных активов 23,5 триллиона долларов. Размер активов, находящихся под их управлением, 4 триллиона. Деятельность осуществляется через JP Morgan Chase Bank. Но у компании JP Morgan есть и дочерние фирмы. В одной из таких дочерних компаний, JP Morgan, сторожевая башня имеет более 10% акций. Другими словами, это выгодное вложение денег. С этих инвестиций они получают ежегодно доход в виде дивидендов. Это значит, что даже если мы хоть чуть-чуть полагаемся на наши сбережения, какие-то капиталовложения, или на наше умение зарабатывать в этом злом мире, то выходит, что мы возлагаем свои надежды на сатану дьявола.